Подготовка участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей в районе старого аэропорта попала под пристальное внимание прокуратуры и администрации округа. Все дело в том, что исполнитель контракта, центрстройзаказчик, не мог добиться разрешения мэрии Нринмара на вырубку деревьев и кустарников на выделенной территории. Камнем преткновения стал нормативно-правовой акт, который был разработан администрацией города уже после заключения контракта на вертикальную планировку. Согласно документу, город должен получить компенсацию за ликвидацию зеленых насаждений. После повторного обращения за этот период администрации города было разработано положение по зеленым насаждениям, по компенсации по зеленым насаждениям. И нам был дан ответ на эту ссылку, что работайте согласно вот этого положения, разработанное до 27 ноября 2015 года. В связи с чем мы были, и это положение было распространено на более ранний период, начиная с 11 июня, по-моему, 2015 года. Правомерность действий властей Нринмаром заказчик контракта поставил под сомнение и обратился в прокуратуру за юридической оценкой. В связи с обращением централизованного строя заказчика дать оценку законности данного нормативного правого акта, мы провели проверку. Проект данного нормативного правого акта к нам, к сожалению, не поступал. Мы смотрели уже принятое решение. Данный проект имеет регулирующее воздействие. Зеленые насаждения оказались не единственной проблемой, с которой столкнулись исполнители при подготовке участков. Это стало ясно в ходе рабочей поездки. Делегация под руководством губернатора региона Игоря Кошина проинспектировала земельные территории, предназначенные для многодетных семей. Подробнее в наших следующих выпусках новостей. Делегация под руководством губернатора региона Игоря Кошина проявляется.